авторам дневников. Так, пожалуйста, Павел. Николай Андреевич, спасибо, здравствуйте. Приветствую всех участников мероприятия. Вот изначально хочу поправить вас, модерацией я не занимался. Это был, как курировал весь проект. Передо мной стояла задача по подключению интересных авторов, из которых Ник-17, Николай Андреевич, с кем вы являетесь. Собственно, хотел бы немного рассказать изначально про проект, про его создание. Есть возможность дать мне демонстрацию экрана открыть? Так, сейчас демонстрация экрана. Подожди, где-то мы можем дать. Ага, все, да. Да, так. Ну вот, в принципе, история создания дневники, которая не является никакой тайной, это есть открытый пост, который был посвящен, был создан накануне десятилетия проекта. Это было в 2015 году. Проект заработал датой запуска проекта считается 11 декабря 2005 года. Когда сообщение, объявление об этом вышло на главной странице КТРУ. Потом, ну, сервис, естественно, в ногу со временем несколько раз менялся. Вот, при этом дизайн менялся каждый раз в лучшую сторону, притягивая новых и новых авторов. Ну и, соответственно, вот самый последний вид, который представлен сейчас, он был разработан накануне как раз десятилетия и держится до сих пор. Ну, соответственно, за все это время вот дневники подвергались изменениям. В частности, вот в последней редакции была отключена возможность ставить дизлайки. Соответственно, сейчас дневникам уже 16 лет исполнилась в октябре. Ну, что касается небольших советов, ну, в принципе, люди, ну, как и везде, любят интересные истории. Это в основном рассказы о поездках, поездках, причем не только в дальние зарубежья, но и небольшие села, поселки. В частности, еще могу сказать, что что люди любят? Люди любят еду, интересные рецепты, ну, и, соответственно, новые открытия в сфере кулинарии. В частности, очень большим интересом пользовались многие наших кулинаров, а потом уже идут различные клубы по интересам, люди с необычными увлечениями. Ну, что касается, что люди не любят, это люди любят, когда все написано скованным бюрократским языком, можно просто приобретать просторечные выражения, ну, люди любят простоту. Люди любят, когда пишет, вот, допустим, один из нас о чем-то, выражает свое мнение о каких-то явлениях, которые происходят на протяжении нашей жизни, чему-то возмущаются, вот, что-то очень обсуждают, любят обсудить что-то очень злободневное, и, причем, думаю, что так и было и тогда, и думаю, что так и сейчас. Ну, сейчас я никак не связан с дневниками, там, я работаю в совершенно другом отрасли, совсем в другом направлении, но, думаю, дневники сейчас становятся все лучше и лучше.